Здравствуйте! Неизвестная женщина пыталась проникнуть в резиденцию президента Владимира Путина в Нового Огарёва. Сообщается, рано утром 5 июня рядом с резиденцией президента России Владимира Путина в Нового Огарёва наряд полиции встретил 36-летнюю женщину, которая хотела встретиться с главой государства. Запрещенных предметов у женщины не было. Интересно, кстати, каких? Украинских флагов, папирос с гашишем, пулеметов КПВТ. Президент в это время уже находился на питерском международном экономическом форуме, то есть, очевидно, заранее не договаривались. Но я не про женщину, думаю, много таких каждый встречал. Я про Путина. Получается, никак не может он случайно встретить женщину. Какую-нибудь вообще. Просто так. На пляже, в кафе, в театре. Везде вокруг только охрана, даже в сортире. То есть, конечно, на горшок его за ручку не водят, но перед посещением известного места сначала охрана всё там тщательно проверит, а потом уже можно. Так что даже там никаких неожиданных встреч. Конечно, если вдруг президент пожелает случайную женщину, то немедленно ему это будет предоставлено. Случайней некуда. И не ниже майора госбезопасности по званию. Я именно о реально случайных встречах. С людьми любыми, разными. Вот однажды застал я сам такую случайную прогулку Путина в парке в Севастополе. Сначала три вертолёта сели на охраняемую площадку в Нахимовском училище, потом три одинаковых катера пересекли бухту, и началась случайная встреча. Естественно, меня в том парке и близко не было. Все случайные отдыхающие были коротко пострижены, одеты в белые тенниски и аккуратные брючки с переговорными устройствами на поясе. Встретился, в общем. Об этом писали. Я не в претензии к охране первого лица. Как хотят, так и охраняют. Но подобный режим «всё выключено» неизбежно накладывает отпечаток и на личность, и на восприятие ей действительности. Гаруна Аль-Рашид и Генрих Первый французский это понимали и специально переодевали, чтобы бродить по столице анонимно, смотреть на людей в натуральной среде их обитания. Путин живёт в искусственно созданном для него окружении уже четверть века. И, кстати, далеко не один Путин. Я старый и ещё помню времена, когда встречал на улицах Москвы начальника ГУВД генерала Мырикова, идущего по улице Горького без охраны. Однополк. Часто ли теперь полицейские генералы ходят по вверенному им городу без охраны? Председатель Моссовета Гончар ездил по городу на своём «Вольво» и сам за рулём. Поначалу сам ездил за рулём скромного 200-го «Мерседеса» и председатель Госдумы Селезнёв. Но потом его окружили охраной, не подступившися. Они вообще охраняют или конвоируют, чтобы никаких случайных контактов. Про помощь канала не напоминаю. Напоминаю о респостах. Это не лишний далеко. Напоминаю о странице в ЖЖ, в которой тоже размещены материалы, которые трудно прочесть без ВПН на форуме МСК. Кратко. В Свердловской области 12-летний мальчик и её 10-летняя сестра пропали в лесу в Слобод-Туринском районе во вторник, 4 июня. ПВО сбило ночью 28 беспилотников ВСУ над территорией России. В Москве выпала из окна и погибла арестовавшая Петра Павленского судья. На месте Крокус-Сити-Холла может быть построен памятный сквер. Американское оружие начало убивать мирных жителей РФ. Через несколько часов после получения разрешения от госсекретаря США Энтони Блинкина на удары по территории России, вооруженные силы Украины атаковали жилые кварталы Белгорода. Американскими снарядами рассказал официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сразу после этих заявлений Блинкина, цитата, «Буквально через несколько часов ВСУ атаковали живые кварталы Белгорода. Они сделали это с помощью американских реактивных систем залпового огня Хаймарс», сказала она. По словам Захарова, американское оружие было применено исключительно для атаки по гражданским объектам. Так следует напомнить, что Блинкин уверенно заявил, что гражданского населения в Белгороде не осталось. То есть в России тайно провели отселение полумиллионной городской агломерации и теперь держат население Белгорода в каком-то тайном месте. Официально. Население Белгородской области в этом году уменьшилось на 1224 человека. В первую очередь из-за эвакуационных мероприятий. Это не сопоставимо с населением даже городского округа Белгород в 320 тысяч человек. То есть американским и европейским оружием ВСУ наносит удары по скоплению мирного населения с согласия США и стран ЕС. «Шестидневка. Не от вероятности введения шестидневной рабочей недели при нынешних условиях рекорд низкой безработицы нет», заявил министр труда и социальной защиты России Антон Катяков. Он отметил, что в трудовом законодательстве при переработках предусмотрена повышенная оплата. Предусмотрена также возможность выхода на работу в выходные и праздничные дни, но только при обоюдном согласии сторон. «Принцесса Уэльская никогда не будет прежней. Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон может никогда не вернуться к исполнению своих прежних королевских обязанностей», пишет Page Six со ссылкой на источник. «Круг рабочих дел монаршей особой значительно сократился, однако сама супруга наследника британского престола принца Уэльма надеется, что все станет как раньше. Королевский эксперт Ричард Фитц-Вильямс заявил, что исход, при котором принцесса возьмет на себя ровно такое же количество работы, как прежде, невозможен. Ранее принцесса Уэльская появилась на публике во время прогулки с родителями и членами семьи. И жена принца Уэльма выглядела сильно похудевшей. Издание People писало, что Миддлтон хорошо переносит курс химиотерапии, но хотя и начала терять волосы и зубы из-за побочных эффектов лечения. В общем, у истории про британскую золушку оказался очень грустный конец».